А вы мечтали когда-нибудь открыть витрину музея и в собственных руках подержать старинную вещь? А давайте попробуем реализовать это вместе. Отправляемся в Харьковский исторический музей. И в этом выпуске будут подарки. 20 билетов в исторический музей и серебряник Владимира, копия оригинальной монеты, с бесплатной доставкой от меня. Условия участия очень простые. Достаточно быть подписчиком канала Фартовый коллекционер и подписаться на канал Исторического музея. Ребята снимают потрясающие ролики. Подпишитесь прямо сейчас, чтобы не забыть о подробности этого конкурса и когда итоги, смотрите дальше видео. Я захожу и меня встречает работник музея, один из ведущих ютуб канала. И знакомство с музеем мы начинаем с моей и, надеюсь, с вашей любимой темы украинских денег. Для этого заходим в экспозицию Слобожане. Там мы можем узнать, откуда пошло само название гривна. Изначально слово гривна в древнерусском языке это даже не деньги, это шейные украшения. В нашем языке сохраняются слова грива за гривок, что означает часть шеи ниже затылка. Сколько украшений носились на загривке, то их начинают называть гривнами. Такие вещи изготавливались чаще всего из драгметалла и в том числе серебра. Их могли использовать в торговых операциях. Да, такое бывало, что часть гривны или саму гривну могли обменять на зерно или скот. У меня в коллекции есть несколько оригинальных шейных гривен. Вот так они выглядят. В одном из прошлых коротких видео я показал вам эту гривну и задал вопрос, что это? Ну, варианты были от ручки к древнему ведру, медицинский инструмент или древний крючок для лазания. Но теперь вы знаете, что это элемент шейной гривны. Позже для купли-продажи изготавливают специально, отливают специальные слитки серебра, которые, кстати, опять по традиции называют гривнами. В разных регионах Киевской Руси их делали разной формы и веса. Это вот как раз киевского типа гривна, около 163 грамм весело и весит. Гривна новгородская тяжелее, около 198 грамм серебра. Вот такая вот она. И у нас есть интересный ладьеобразный такой слиток, вот так вот он выглядит. Это татарская гривна, тоже гривна, около 200 грамм весом. Интересно, что она самая поздняя, и в XIV веке слитки перестают использовать, а они снова появляются в XIX веке. Вот как раз перед вами подражание древнерусской гривни. Обратите внимание, как она выглядит. Дело в том, что в Российской империи в XIX веке возрастает интерес к истории и своим истокам. Появляются такие изделия. Я встречала в литературе, что ее называют, вот такую медную гривну, прям плохой подделкой настоящей гривны. Скорее всего, это, конечно же, тематический сувенир. Тут отлит архангел Михаил, который и в наши дни считается покровителем города Киева у православных. В магазине национального банка можно приобрести копию такой гривны, выполненной полностью из серебра. Добавлю, что такой символ, это символ национального банка Украины, и его можно встретить на наших современных банкнотах. И не только, бывают еще наборы монет Украины, на которых также встречается этот символ гривна киевского типа. Вот так выглядят такие наборы Украины. А вот так эта гривна отображается на наших годовых наборах. Особенно хочу отметить набор 1996 года в картоне. Один из самых красивых, как для меня. Ну, давайте перейдем к монетам и отображению герба Украины на них. Этот символ не всегда был трезубцем. Он принадлежал разным представителям рода Рюриковичей. В разных князей он мог немного отличаться. И после принятия христианства на нем начинают дорисовывать крест. То его рисуют посередине двозубца, то его изображают как раз на этой монете на вершине одного из зубов. Это, кстати, монета святополка, того самого святополка Окаянова, который боролся с Ярославом Мудрым за Киевский престол и проиграл. Но, возможно, если бы история сложилась иначе, то и герб украинский был бы другим. Но вышло, как вышло. И на современных банкнотах святополка нет. А есть его брат Ярослав и отец Владимир. Очень любопытно, кстати, проследить, как изображали уже на современных банкнотах Владимира. Мы видим, что в 90-е годы его изображали как мужчину с тяжелыми длинными усами. А в 2000-е годы он уже обрастает бородой. На самом деле изображения Владимира прижизненные, которые чеканились на монетах, они достаточно условны. Поэтому вот эти вот изображения – это фактически отражение современной моды. 90-е – это тренд еще советский на усы. А в 2000-е в моду входят хипстерские бороды. Вообще, этимология многих современных денежных единиц уходит названием в Средневековье. Так у славян, у древних, и у восточных, и у западных существовала денежная единица с названием куна. Это слово тесно связано со шкуркой ценного животного – куница. И в славянских землях так стали называть, что интересно, иностранные монеты, как правило, арабские дирхемы. Само слово «дирхема» не было заимствовано, но монета стала называться в славянских землях куна. В наши дни это слово уже на нашей территории подзабыли. А вот в современной Хорватии, на Балканах, национальная валюта так и называется сегодня куна. Есть и другие примеры. Многие знают, что слово «рубль» происходит от слова «рубить». По всей видимости, это некогда отрубленная часть гривна. Вот такая вот гривна новгородского типа в летописных источниках также называется тина. А вот разрубленная пополам, она, соответственно, полтина. А вот происхождение слова «копейка» помнят уже немногие. Дело в том, что еще с 15 века на гербе московского княжества стали изображать воина, который поражал змея копьем. Его же стали чеканить и на монетах. Поэтому монеты получили название «копейка» от копья. В связи с этим в начале 90-х годов в Украине развернулись дискуссии, как же назвать отечественную монету, поскольку слова «и копье», «и копейка» происходят из русского языка. Поэтому даже предлагалось назвать отечественную монету «спассивка». Но сошлись на том, что «копейки» просто-напросто уже все привыкли. В прошлых видео я показывал, что когда выбирали названия для мелких денег Украины, они могли называться иначе. Могли быть и гроши, и копы, и резаны, и шраги. Но остановились на копейках. Вот вы видите пробные 15 копеек, которые не пошли в тираж. Есть видеообзор на них на моем канале. А вот это вот немецкий талер 19 века. Его история еще более интересна. В 16 веке в Северной Богемии, на границе с Германией, была найдена долина с богатыми месторождениями серебра. Долина по-немецки звучит как «таль». Поэтому монеты, которые чеканились из этого серебра, получили название «таллеры». Таллеры очень быстро заполонили сначала Европу, потом весь мир, а кое-где их название даже трансформировалось в доллары. А вот это то, с чего начинались отечественные монеты. Когда в конце 10 века Владимир Великий крестил Русь, он ведь позаимствовал у Византии не только религию, но и принципы градостроения, культура, письменность, принципы государственного устройства. Все это для Киевской Руси было передовым трендом времени. Ну, примерно так, как мы сегодня говорим о европейских ценностях или о демократии. Поэтому, скопировав фактически византийские солиды, Владимир также с одной стороны монеты чеканил собственную персону, а с другой стороны свой родовой символ, который сегодня является государственным гербом Украины. Что любопытно, металл для таких сребреников брали в тех самых дирхемах, то есть переплавливали арабские монеты и изготавливали из них сребреники. Спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Давайте перейдем к конкурсу. Мы разыграем 10 пар билетов в Харьковский исторический музей. И вот эту копию серебреника Владимира, которую я лично отправлю с бесплатной доставкой по Украине. Для участия в конкурсе просто будьте подписчиком канала Фартовый коллекционер и подпишитесь на YouTube канал Харьковского исторического музея. А победителя мы определим среди тех, кто оставил комментарий здесь в этом видео. Как только у ребят будет 500 подписчиков на канале. Обязательно поддержите подпиской и просмотром их канал, так как ребята снимают ну очень увлекательные видео. И напишите в комментариях, как вам этот ролик, что бы вам было еще интересно увидеть. Ну что ж, до новых встреч, всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok